Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня готовлю лепешки на кефире, печеные на сухой сковороде. Такие лепешки вместо хлеба съедаются моментально, вкусно и очень просто. Насколько мне известно, называют их хьокмаш, но если это не так, то поправьте. Тесто для таких лепешек готовится очень быстро на кефире. Кефир нужно брать теплый, если у вас он из холодильника, то слегка его подогрейте. Теперь выливаем его в чашу, сразу добавляем чайную ложку соды, ложка без горки. Хорошо размешаем. Сейчас начнет происходить реакция, и кефир у нас будет пениться и увеличиваться в объеме. Теперь добавляем такую же чайную ложку соли, снова размешаем, чтобы соль хорошо распределилась. Посмотрите, как масса пузырится. Теперь начинаем просеивать муку, замешивая тесто. Тесто должно быть очень мягким, практически жидким, сильно липнущим к рукам. Муку лучше добавлять порциями. Часть просеяли, перемешали, чтобы посмотреть консистенцию теста. Вымешивать такое тесто долго не нужно, иначе оно будет жестким. Слегка перемешивать. Как видно, оно еще жидкое. Поэтому просеиваем еще. Из такого теста можно делать лепешки с начинкой. Перемешиваем. Как видно, тесто уже стало чуть более гуще, но до сих пор еще остается очень липким. Просеиваем муку на рабочую поверхность. И уже сюда выкладываем тесто. Сейчас нам нужно будет его как бы обвалять, чтобы оно не так сильно липло к рукам. Еще немного муки сверху. И немного его замесим. Помогайте себе мукой. Вот таким вот образом лишнюю муку можно убрать. Видите, оно практически жидкое. Если его наклонить, оно вот таким вот образом будет стекать. Повторюсь, долго не вымешиваем. Накроем его чашкой и оставим на минут 20-30. Теперь, пользуясь мукой, в зависимости от желаемого размера хлеба, мы разделим наше тесто на части. Я делю на три части, примерно равных. Хотите, можете воспользоваться весами. Чтобы тесто не прилипало, присыпаем муку в тех местах, где мы разрезали. Теперь мы берем каждую лепешку и руками распластаем до нужной нам толщины. Она может быть от 1 до 3 сантиметров. Сковорода уже должна быть разогретая. Ставим ее на небольшой нагрев. Кладем лепешку, накрываем крышкой. И с каждой стороны под крышкой будем готовить по 6-7 минут. Кстати, лепешки можно готовить не только на сковороде, но и в духовке. Добавляем, предварительно смазав яйцом или просто растительным маслом. Готовые лепешки горячими заворачиваем в полотенце. Вкусно просто с чаем или даже кефиром. Отлично заменяют хлеб. Удачного приготовления! Ну а как приготовить лепешки с начинкой, ссылка будет в описании. Пишите обязательно комментарии. Не забывайте делиться рецептом с друзьями. До новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok